Она сидит на волоске. Здесь мечта? Да. Какая? Стать здоров. Почти 10 лет никто не обращал на Машу внимания. Она тихо умирала в своем доме. Просто я поеду в одну сторону, там говорят, то не хватай. Поеду в другую сторону, им то не хватай. Просто она же скажет, что она из меня хватит и видней. Если не сделать Марийке операцию, она может и не дожить до своего 12-ти лет. Кто виноват в том, что маленькая девочка превращается в горбатую старуху? Кто довел ее до такого состояния? В конце программы мы узнаем, как спасти Марийку от смерти. Это говорит Украина здесь, на телеканале Украина. Тема нашей программы – «Горбатый ангел». Здравствуйте. Я Алексей Суханов. Сейчас в нашей студии находится человек, без которого вряд ли кто-то бы узнал об истории этой маленькой девочки из закарпатского поселка Воловец. Если бы не этот человек, то знает, что могло бы сейчас происходить с нашей сегодняшней главной героиней. Поприветствуйте, пожалуйста, Василия. Каким образом Вы узнали об истории Марийки? Фотографии. Первый раз увидим в Воловце на баночках. Это вот та самая банка, которую Вы увидели? И это фотография в банке? Я взял маме номер. Первый раз я увидел ее в лекарне, у нас, в областной литячей лекарне, где мы с мамой встретились, для того, чтобы, ну, сделать фотографии, соответственно, потому что я сказал, что могу допомогти. Розташевавши баночки, скринки в соответствующих установах области. И когда она разделилась, чтобы сделать эти фотографии, там была такая ситуация, действительно, что меня поразило аж. Вы никогда такого еще не видели? Внимание на экран. Василеве Богданову 28 лет. Він одруженный, мает дитину, який лишь полгода. То недавно он работал таксистом, теперь безработный. Одного разу он увидел в магазине три-литровую банку, до которой скотчем была прикреплена фотография девочки. Він тоді гадки не мав, яку роль відіграє згодом у житті цієї дитини. Потому что я побачиваю, что там очень плохая ситуация, и дитинка, очень нужно было терминово денег. Кто-то приезжал к Маше до вас, или вы были первым? Нет, как мама сказала, я был первым. За 11 лет жизни никто не взялся за лекование. Вот. Это первое. Скажите, Василий, вообще люди активно давали деньги в той банке, которую вы увидели. Она была полна купюрами, или там не было денег? Нет, она была полна, полностью полна. Я не знаю, какие там купюры были, я не боялся. Ну, в основном мелочь. Тем не менее, объясните, пожалуйста, почему именно вы решили помогать абсолютно чужому ребенку? Насколько я знаю, у вас у самого маленький ребенок, и у вас нет работы. Так, это правда. У меня сыну шесть месяцев. Вот. Ну, занимаюсь я официально, просто не працюю. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня есть несколько видео подработки. Понимаете, я деколи в свободный час, я думаю, почему бы не помогли, потому что проблема действительно серьезная. И я думаю, вот, если бы я не обратился, и ничего не было бы, никто бы ничего не делал, и так далее. Как вы думаете, почему никто ничего не делал все эти 11 лет? Как я узнався от мамы, она сказала, что, понимаете, у них ситуация дома очень тяжкая, там четверо диток, с финансами очень тяжко, понимаете, и живая родина очень бедная. Если не собрать денег, то что с Марийкой может произойти? Ну, насколько я знаю, МРТ, который показал осенью, висновок МРТ, который сделался осенью, если напротив зверяка не сделает операцию, то ее спарализирует, або она умрет. Або первая, або другая. То есть 11-летней Марийке действительно угрожает смерть? Так. Знаете, что самое удивительное в истории Марийки? Это то, что за 11 лет у нее не было ни одного комплексного серьезного медицинского обследования. То, что происходит внутри тела ребенка, абсолютная загадка. Но мы подключили лучших врачей страны для того, чтобы узнать, можно ли еще спасти Машу от смерти. Стрелище ужасное. Им наплевать на ребенка. Я не хочу никого обвинять, потому что я сама виновата. Ну, а что ты так говоришь? Ну, почему они не признавали этого? Василий, что вы слышали о диагнозе ребенка? Что это за диагноз? Это диагноз у нее кифосколиоз, пятого ступеня, асимметричная деформация грудной клетки. Машу лечили до этого как-то? Вы спрашивали, вы интересовались? Мама сказала, что никто не лековал. То есть, все это время, все эти 11 лет Машу не лечили? Нет. У вас создалось впечатление, что эта женщина, мама Марийки делает все, чтобы поддержать ребенка? Или все-таки? Разумеете, из одной клиники в другую, с другой и в третью. Один врач говорит это, другой говорит то. И она вот в этой суммотазе, в этом кольце. Но ведь вы сказали, что 11 лет Машу вообще не лечили. Нет, ну, как вам сказать, сделайте МРТ, приди туда, приди туда, а, разумеете, вот так кидают с одного кабинета в другой. Давайте узнаем все-таки у самой мамы. Почему же в течение этих 11 лет Маше не ставили диагноз? Виноваты ли только врачи в этом? Давайте выясним. Пригласим маму Маши сюда в студию. Встречайте, пожалуйста. Наташа, это правда, что все эти 11 лет Машу вообще не лечили? Ну, под аформацией родной клетки, нет. Ее лековали по нервовой системе. Но с каждым днем, насколько я могу судить, горб на теле вашей дочки все больше и больше. А чем вы думаете, глядя на то, как страдает дочка? Тоже страдает, тоже сердце болит за ней. Внимание на экран. Наталії Черней 35 роков. Вона мати-одиначка. Самостійно ростить 4-х дітей. А поддержки такой нет, чтобы мне какую-то поддержку, что я выбираю делать. Все. Марийка – ее друга дитина. Вагитность проходила добре, девочка народилась здоровая. Принаймні, так сказали лекаря. Одного дня, еще в пологовом, сповиваючи дитину, женщина пометила что-то очень удивленное на ее теле. Вспомните, пожалуйста, тот день, когда Машенька только родилась. Ну, не с правой стороны, был, ну, такая, ну, я кулачок маленький. На груди? Да, тут. Сзади не было ничего, лишь на груди. А вы сказали об этом врачам? Да, у меня прошло, что он пройдет. Ну, так, дитина, конечно, не сформирована, робите массажик и все. Вы просили обследовать? Нет. То есть вы поверили врачам? И так вот этот вот бугорок с кулачок, он не рассосался со временем? То есть он постоянно был? Он как-то менялся, он рос? Ну, спешил тут, сказали, ну, как уже. Так. А потом же пришел на спинку. То есть потом еще и на спине появился? Да, в пенсии не было. Было еще спереди. А тоже деформируется уже, китина и сзади. Но вы пошли к врачам, говорили, что, смотрите, тот бугорок на груди не рассосался, так еще и на спине появился. Ну, ничего не говорили. Не писали, что дина здорова. То есть врачи видели эти бугорки на груди и на спине и говорили, что ребенок здоров. И тогда приходило почти до четырех ручек. Сейчас у наших телезрительниц, которые смотрят эту программу, у мам, особенно вопрос. Почему вы ничего не сделали? Почему вы верили врачам? Почему я верю врачам? Не знаю. Вас никто не обвиняет, просто мы хотим понять. Почему вы поверили так? Не требовало ранее шепить. Когда же мне не сказали. Нет, только остальные дитинку допустите, что дитинка теперь как шепить. Давайте вспомним, что произошло в четыре года. Дитинка мала судорогу. Мы ликовались в лекарне, уже в Мукачеве. Уже начались судороги? Да, да. Когда были судороги. Но у нее были понервные системы. Когда появились эти судороги, вы снова пошли к врачам? Ну, не могли были в Мукачеве. Они лишь развернули увагу по нервовой системе, по депформации или грудной клетки. Даже записей нет, что она не есть. То есть получается, что на спину и на... Никто увагу не развернули были. Никто не обратил внимания? Нет. Вот что нам сказали врачи тогда, когда, собственно, Наташа пришла вместе со своим ребенком. Надо сказать, что специалисты, медики запомнили этого ребенка. Внимание на экран. В 2007 году у нее случилось так, что она попала в больницу, сюда, к нам в стационар. Были судороги. С того часа она наблюдалась, но не было заметно этой деформации от грудной клетки, деформации позвоночника. Потому что она росла, но это не было заметно. Она развивалась. То есть врач говорит, что не было заметно, но вы видели все. Я видела. Там есть фотография, что у дитинок была деформация. Есть такая фотография тут. Вот тут-ка спереди. Как вы думаете, почему все-таки они упрямо не замечали этого? Еще в роддоме мама заметила у своей новорожденной малышки странный бугорок. Но врачи упорно не замечали того, что у ребенка растет горб. Кто на самом деле виноват в том, что девочка превращается в горбунью? Не называйте ее врачом, пожалуйста. Вы оскорбляете врачей. Это история коллективного убийства. Почему вы не сказали? Как развивались дальше события? Когда это стало уже заметно? Прямо сильно заметно. Я пошла на школу в первый класс. В шесть лет? Да. То есть тогда уже врачи признали, что есть эти изменения? В 2011 году. То есть в 2007 году было заметно, а в 2011 году они уже, собственно, поставили все это? Да, деформацию в родной клетке. Признали. А спина у дочки болела? Да. Что она вам говорила? Что ее не башкой дыхать. И спинка не болит. Мы попытались воссоздать сам этот процесс искривления позвоночника, искривления тела ребенка. Давайте сейчас обратим внимание на экран. Я хочу обратить внимание наших уважаемых экспертов на то, как, собственно, это все менялось. У нас в студии Оксана Сунько, доктор, который уже много лет занимается проблемным позвоночником. Вы директор Международного центра коррекции осанки, насколько я знаю. Да, правильно. Что скажете вы о состоянии ребенка, о состоянии Маши? Я занимаюсь осмотром детей более 20 лет и скажу вам, что вижу впервые такую деформацию. Складывается впечатление, что девочка жила вне цивилизации. Вы меня простите, но зрелище ужасное. Очень много вопросов к врачам, на самом деле, поскольку в первую очередь виноваты они. От себя хочу сказать, что предварительно я ознакомилась с историей болезни девочки. Речь идет о нейрофиброматозе. Это заболевание характерно тем, что оно деформирует опорно-двигательный аппарат. То есть сопутствующей визитной карточкой нейрофиброматоза может быть сколиоз. Врачи могли тогда не заметить того, что действительно с ребенком происходит неладно? Ни в коем случае. Врачи прекрасно все видели. Но почему они не признавали этого? Или это низкая квалификация, поскольку ортопедию, может быть, на нее не обращают внимания. Видите, неврологию лечили. Что должна была делать мама? Это вопрос ко всем специалистам. Да, Ларис? Ну, я могу сказать, что просто мама с такими знаниями не рождается. Если мама находится в постоянной тревоге, она просто не знает, что в этот момент делать. Ей, конечно, было бы неплохо подсказать. Вот. Если, допустим, она растерялась, это ее проблема, понятно. Но это не уж такая уж сильная вина. То есть, на самом деле, ей бы очень нужна была бы сильная поддержка и грамотный совет. Врачи, когда сказали, что ничего, это коллега, говорите правду, что ваши коллеги, врачи, отдельно, не об всех, говорю, забывают нормы закона, не оказание медицинской помощи работникам медицины. За это полагается судебное решение и решение свободы. К сожалению, есть такие врачи, которые забывают свой долг, свою присягу, и понимают, что перед ним ребенок, больной ребенок, понимают, что надо лечение, а нужны большие деньги, им наплевать на ребенка, лишь бы не заниматься. Поэтому проблема ребенка, это проблема и вашей мамы, хоть вы и любящие, и ваших врачей, коллег. Знаете, вот в развитии темы, которую сейчас Эдуард Багиров затронул, я хотел бы обратить внимание вот еще на что. Нас шокировало не только состояние Марийки, но и то, что написано в ее медицинской карте. Внимание на экран. Вот, собственно, медицинская карта, мы ее раскрыли, смотрим на результаты обследования, и там, в частности, написано, что нет нарушений. Здорово! Это 2007 год, обследование хирурга, как вы видите. Дальше. 2000, какой тут, четвертый, да, был? Здорово. Значит, 2012 год, патологии не выявлено. Что это? Я скажу, можно? Это медицинский документ для изучения работникам прокуратуры и суда. В рамках уголовного дела. Почему? Потому что врач ставит свою подпись, видя, визуально, вы сами сказали, визуально нельзя. Даже я не специалист, мы не специалисты, мы знаем, ребенок болен, инвалидность, очевидно, нуждается в помощи. И врач, зная об этом, ставит свою подпись, это уже криминал, понимаете? Это не просто ошибка. Наташа, вы помните ведь те обследования, когда врачи писали, здорово, здорово, патология не выявлено. Вас ничего тогда не смущало? Я же верила врача. Ну, послушайте, а своим глазам вы разве не верили? Я верила. Почему надо, ребят? Ну, давайте сейчас посмотрим на то, как убеждали врачи, маму Мариики, о том, что с ребенком все в порядке. Внимание на экран. Я просто участковый, я просто пополняю, как говорится, предписания специалиста. Заметно стало, что где-то, может, два-три года назад, ну, где-то три года назад абсолютно никаких визуальных изменений и неврологичных, никаких таких, чтобы что-то заподозрить, тогда на тот час не было. Этот врач с двух лет, правильно? С двух лет наблюдает Машу. Алексей, пожалуйста. С рождения. С рождения наблюдает Машу. Не называйте ее врачом, пожалуйста. Вы оскорбляете врачей. Это изверх. Скажите, Наталья, а где она работает? Как называется больница? В голове. Вот я вам обещаю, после программы я напишу заявление в прокуратуру, заявление о преступлении, чтобы вот таких врачей привлекли к ответственности. Я вам даю слово. Как нельзя поступать врачам? Я не хочу никого обвинять, потому что я сама виновата. Почему? Потому что я не смогла уже пойти, когда нам уже стали говорить. У меня уже было трое детей маленьких. Батько про детей забыл. А что я могла сделать? Знаете, мы ведь выяснили, почему врачи тогда в медицинской карте ребенка писали, что Маша здорова. И надо полагать, что ответ вас – паразит. Нас он шокировал. Но об этом чуть позже. Так что же с отцом? Вы сказали, что отец не помогал. Нет. Ну, я другая дружина, другая семья. Знаете, сейчас в этой студии появится человек, которого Наталья не хочет видеть. Но у него есть информация, которая позволит нам совершенно по-другому взглянуть на то, что происходит с 11-летней Машей, о которой мы сегодня говорим и которую сегодня пытаемся спасти. Поэтому я должен пригласить этого человека в студию. Выходите, пожалуйста. Прошу вас. Добрый день. Михаил, кто вы Марийке? Отечественное. Вы отец? Кто с вами, простите? Представьте. Жим. Это ваша новая жена. Как вас зовут? Мария. Мария. Внимание на экран. Михаил Суремко прожил із Натальею 12 років. Вони жили у цивільному шлюбі. У пари народилося троє дітей. Из семьи він пішов, коли Марійці було 6 років. Нині у чоловіка нова дружина. Але дітей більше немає. У тому, що Марійці не зробили операцію, звинувачує свою колишню дружину. Але, Наташо, він тебе не кинул, а ти його вигнала? А за що? А за що ти вигнали? Бо ти вже мала другого чоловіка. Не бреш, Маша. Як не бреши? Золий так і жив у тебе, Наташо. Нет. Його мати не шла у Юри Райчинця, не? Нет. Наташо, ну а що ти так говориш? Чому я нічого не можу зробити з дітейну все? Чому? Мені якому підтримати? Ніхто, ніхто. Я її брала, ти її виладжувала на літо раз. А я кися її обзувала, збивайся, обзувала. Ну, позирай як бреш. Не бреши ти. Наташо, ти ти брешеш? Тобі на ганьба брехати? Нет. Якби Іванка поїбала, Іванка б тобі в очі повіла. Так, давайте-ка передохнем. Ми зараз приїхали, пригласили вас не виясняти ваше личное відношення, а все-таки попытаться помочь вашій дочці, спасти буквально вашу дочу від смерти. Михаїл, так почему вы считаєте, що виновата именно Наталья в тому, що дочери не зробили операцию раніше? Ну, вона ходила по врачах, вона ще мені стресувала. І гроші були. Наташо, я заробі, які гроші були. Тобі йдеш на 9 місяців на заробітку, тебе нема, ти провози гроші, Міша. Я тобі загонял гроші. Тобі мені гроші загонял. І гарні гроші. Не бреш, не треба брехати, Міша. Не треба брехати. Михаїл, ви сказали, що ви давали діньки, що у Наташі були діньки на обслідовування, на лічення. Ну, так почему же тогда ребенка не лечили? Ну, я не знаю. Що було написано в медицинській карте? Я тут не читав. Чому? Вам було неінтересно? Скажіть, пожалуйста, коли ви вперві заметили, що ваш ребенок превращається в гарбуню? Чотири, три роки. Тобто, в три-чотири роки ви заметили якісь несуразності в теле Марійки, так? А раніше ви не замечали? Ну, там чуть-чуть таке було. А почему ви не контролювали це? Я не контролював. Да, почему? Я не знаю. Не знаєте? Я піду на заробітку, нас в дому останніся. Скажіть, будь ласка, а коли ви ушли зі сім'ї? П'ять років тому назад. П'ять років тому назад. Марійці, значить, було шість років. Тобто, коли вже були очевидні ці проблеми. Тобто, виходить, що ви ушли зі сім'ї в найдувий момент? Я вшов, вона мене прогнала. А чому? А чому? А чому? Вот там ж був осень. Вот так і середжерно другої прийшли. Я був осень. Натасу, не треба Машу говорити. Натасу, був осень. Причем ти його сень? Причем? Причем? Причем здесь, простите? Причем здесь, подождите? Стоп. Не п'ять? Женщина, стоп. Причем здесь Василий, я не понимаю? Мы щас не о Василии говорим, и о Натальи, и не о личной жизни, вы понимаете? Мы говорим о ребенке. Вы деньги давали на содержание дочери, на лечение дочери? Нет. Почему? Пока я жевезню давал. А когда ушли, не давали? Нет. Почему? Бо не оттуда. Скажите, это Вы запрещали Михаилу давать деньги дочери? Я? Да. Я Ки? Нет. Я ехала в Киев, Вы меня пустили в Киев первый раз, когда я сюда приехала. Что я не знала, куда ты, я его просила, потому что за мной поехала, то я его даже не пустила. То он на работе, Наташа. Работа. А у меня дети. Так подождите. А у меня дети. Так работает? Михаил работает все-таки? Нет, я мать-то девочка. А вы знаете, что по закону Вы обязаны платить? Не уплата, а это тюрьма. Вы знаете об этом? Он на давал аналитет. Вас лишили, они лишили плат. Мне не надо платить на твой детей. А Вы отказались от ребенка официально? А Вы знаете, что Вы до 18 лет, как минимум, обязаны помогать своей дочери? Платить деньги за лечение. Вы взяли свою дочку за руку, отвели больницу к врачам. А у Вас трое детей от Наташи. И получается, что Вы никому из них не помогаете. Почему? Нечем. Ну как нечем, Вы же работаете. О, за тысячачку. Ты мою первую жену, ты с ней развил. Развил. Я была для тебя... Вот понимаете, я на вас смотрю. А я была кто? Никто. Я на вас смотрю и понимаю, какая темнота вообще во всей этой семье. То есть в то время, когда Вашей маленькой дочери нужен и папа, и мама как поддержка, она болеет. Когда дети болеют, они в первую очередь страдают психологически, потому что им нужна эмоциональная защита. А здесь то, что мы смотрим и видим, все время какой-то конфликт между мамой и папой. И ребенок вместо того, чтобы выздоравливать, она еще больше болеет для того, чтобы уйти наконец-то отсюда. Вы понимаете? И в эту первую очередь, виноваты вы. Оба. Итак, Михаил утверждает, что его бывшая жена не хотела лечить дочь. При этом сам Михаил ушел из семьи, когда ребенку было 6 лет. То есть в тот момент, когда его поддержка, поддержка отца, мужа была так необходима, нужнее всего. Но вы не поверите, что скажет Марийка папе, когда выйдет в эту студию. Михаил, у вас ведь есть собственное предположение о том, откуда у Марийки вот этот горб. С чем это связано? Очекование. У Наташи мамы было такое? А китка? И даже у моих теток тоже такое было. То есть и у ваших родных было, и по вашей Наташи линии было такое? У моей мамы было не высокий фиброматоз. То есть Марийке в этом смысле совершенно не повезло, потому что и по папиной, и по маминой линии были эти болезни. То есть по-другому быть и не могла, Оксана? У девочки было 70% шансов, что она унаследует, потому что это очень тяжелая форма получилась. И, конечно же, любые генетические болезни, они должны были тут же, врачи, проверить карточку, ведь собирается анамнез. Если у девочки уже есть эта деформация, делается анализ, анализ крови, генетический, и эта болезнь на ранней стадии определяется. Вы себе не представляете, что можно было сделать в первые три года жизни ребенка. Этого можно было все предотвратить. Анна, вы как-то можете объяснить действия своих коллег? Вернее, без действия. Вы знаете, я вот нахожусь в студии, и у меня такое чувство, что я вот это не со мной, и вообще происходит не здесь, и не в нашей жизни. Потому что здесь сложились две вещи. Неготовность родителей помогать ребенку и бороться за него. И второе, это врачебные ошибки и неготовность врачей ставить этот диагноз. Я видела карточку этого ребенка, я общалась с мамой. Я маме задавала вопрос, были ли кто-то у вас в семье с патологией позвоночника. Я получила отрицательный ответ. Поэтому доверия до конца рассказам родителей у меня нету. Потому что мне можно было рассказать. Я спрашивала вас об этом. Вы сказали, что ничего нету. А почему вы так сказали, Наташа? Вы мне сказали нет. Я спрашивала. Почему вы не сказали? Потому что это на себя взять ответственность за этого ребенка. Вот и все. Вы понимаете, когда я получаю ответ от мамы, что ребенку 3 или 4 года назад рекомендовали операцию, и у мамы был второй маленький ребенок, и маме не с кем было заниматься этим ребенком, я искренне верю, что это правда, но у ребенка есть папа. Дети с такой патологией, это мгновенное развитие заболевания. Вы же видите, что ребенок на глазах превращался в инвалида. Это история коллективного убийства, причем медленного и жестокого. Итак, впервые о горбатой Марийке узнали благодаря трехлитровой банке. Фотографии, я сейчас побачу, у Володцы, на баночках. Это вот та самая банка, которую вы увидели? Вот. Горб родовала ребенка, но врачи словно не замечали этого. Абсолютно никаких визуальных изменений и неврологических на тот час не было. В том, что время упущено, родители обвиняют друг друга. Ты пидешь на 9 месяцев на заработку. Но Наташа, он тебя не кинул, а ты его выгнала, потому что уже мало другого человека. Не брешь, Маша. Впервые здесь, в Киеве, мы провели полное медицинское обследование 11-летнего ребенка. Что будет с телом Марийки дальше? Сможет ли она вообще избавиться от этого горба? Чтобы помочь Маше, мы решили узнать все об ее жизни. Как вы считаете, в каких условиях должен жить ребенок с таким диагнозом? Хорошая теплая квартира, светлая комната, чистый воздух, режим дня, хорошая еда. Но, естественно, девочка должна постоянно находиться в каких-то санаторных учреждениях для того, чтобы поддерживать здоровье. Посмотрим, как на самом деле живет Маша. Внимание на экран. Спасибо. 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 В зиму прохладно, потому что две комнаты не можно обогреть, а летом жарко. Ну и так живем. Как вам эти условия? А, Михаил, это вы там жили, да? Да. Это ваш дом? Это не мой. Я туда пришел жить. Прямоком. А гигиена, извините, ну вот ребенок болен, да? То есть ее надо мыть, за ней надо ухаживать. А как гигиена у нее проходит? Дома нет ни газа, ни воды, как вы поняли. И в двух комнатушках в этих живет пять людей. Но самое страшное, что Марийка вынуждена спать на продавленном диване. Идеальные условия для развития этого заболевания. Да, не, 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 я по-другому назвал бы. Это вы создали условия пытки. Вы над своим ребенком издеваетесь и пытаетесь своего ребенка. Михаил, вы когда-то задавали вопрос Наташе? Наташа, что нужно детям? Как я могу помочь? Что нужно передать? Что нужно купить? Есть что детям кушать? Альтернатива продавленной кровати может быть просто щит из дерева. Для детей есть деньги, да? В каком состоянии вы оставили детям жилье? Вы ушли из семьи и оставили жилье. Что трудно было эту крышу сделать или эти дыры заделать? Для этого нужны деньги. Я уже пять лет там не живу. Вы не живете там, но там живут ваши дети. Вы здоровый мужчина. Вы сказали, просите, Михаил. Там у нее был муж. Спросите, Михаил. Вы сказали о том, что Наташа получает деньги на детей. Но эти деньги платит государство. А государство платит за ваших детей. Это ваши дети. Понимаете? А вы отец. Нет, я бы сказал по-другому. Знаете, мы в этой студии видели много мам. Мам-кукушка, да? Вот я впервые вижу папу-кукушку. Сделал ребенка, детей оставил, бросил и ушел. И наплевать на детей. Получается, папа ушел из семьи и снял полностью всю ответственность себя. Полностью, да. Папа-кукушка. Ну, как видите, просто крыша завалилась. И дочь, которая шла летом, к примеру, он попадал прямиком в дом на детей и на Марийку тоже. Это не так страшно, как тот грибок, который мы видели. Ребенок этим дышит. Это намного более вредно для организма. Вы себе не представляете, как это для организма разрушительно. Мы обратились и по этому вопросу к главе сельсовета. Давайте послушаем внимание на экран. И так, смысл сказанного главой сельсовета сводится к тому, что проблема есть, но мы не знаем, как ее решить, хотя проблема большая. Ну, значит, это еще одно преступление. Никто не говорит, что там в сельской администрации очень много денег. Ну, слушайте, ну на местах все решается ведь просто общением. Мужики, давайте соберем. Там есть бизнесмены, конечно. Мужики, давайте соберем. Крышу поставим. Никто не говорит, что надо делать евроремонт. Мужики, ну такая история, конечно. Селом крышу, что нельзя помочь всем селом. А где вы взяли деньги, чтобы поправить крышу? Ну, мне дополнила следующая ряда. То есть вам сельсовет помог все-таки? Да, або я брала тоже кредит. А вы кредит взяли? Да, и я купила дерево. То есть вы купили дерево, взяли кредит, купили дерево, а они бесплатно вам поставили крышу? Я не знаю, что там, как они там, ну, я кишлю, уже мой сусид, что дал мне шифер. Или там все же... Так сельсовет-то чем вам помог? Ну, не знаю. Мы поняли, что мама одна, и у нее четверо детей. На мужа надежды совершенно нет. Но почему все эти годы в селе видели Марийку? Знали о том, что с ней происходит, какая беда с ней происходит? Знает, в каких условиях жил этот ребенок? И всем, по сути, очевидно, было наплевать? Возможно, ответ на этот вопрос знает наш следующий герой. Встречайте, пожалуйста, учительницу Марийки Магдалену. Доброго дня всем. Мы приглашали ведь сюда в студию и сельского главу, и главу района, и представителей социальных служб, и врачей. Но решились приехать только вы. Как вы считаете, почему? Все знают, что ваша программа – это такая программа, которая поднимает такие больные вопросы. И, может быть, не каждый решится прийти сюда и, возможно, и докер вислушать ее в свой бок. Поэтому я думаю себе, что, а может, какие-то другие причины у людей. Внимание на экран. Мы захотели просто брать ответственность. Магдалена Волошин працює у школы логопедом. За цей час, за ці п'ять років, майже п'ять років, Марийка таки зробила такий крок вперед. У чому? У загальному розвитку. Тому що дівчинка була дуже сором'язлива, така замкнута була. Важко вступала в спілкування з дорослими. Коли Магдалена вперше побачила Марийку, дівчинка була дуже замкненою. Вона зовсім не сприймала нікого з дорослих, крім матері. Утім, Магдалені вдалося стати для Марийки не тільки викладачем, а й другом. Жінка займалася з Марийкою вдома, а цього року запропонувала дівчинці ходити до школи. А ви сказали, що ці люди не хотіли взяти на себе відповідальність? Ну, можливо, і так. В якійсь мірі, я думаю, з собі. Все ж таки говорити прямо і відкрито про те, що, можливо, десь і їхня була вина. Не кожен має сміливість таку зізнатися в тому. А в чому їх вина? Ну, в чому вина? Мабуть, знаєте, кожного потрошечки. По Крупинці, отак, живемо за принципом. Моя хата з краю, і я нічого не знаю. Я відсунулася в бік, інший відсунувся в бік. А з того-всього, бачите, не було в нас такого, щоб прийшли на допомогу усі разом. І дійсно допомогли цій сім'ї. Сьогодні дуже багато, мабуть, звинувачень йшло у бік матері, у бік Наталі. Я Наталю знаю також давно. Вона учениця нашої школи. В тому, що так сталося, в таких жахливих вона умовах проживає. Мабуть, невинна вона лише одна. Вона любляча мама. Її любить і старший син Миколка, і Марійка, горниця до мами, і Ванка, в них є чудова дівчинка, і ще й маленька Даринка. Все ж таки я вам хочу сказати, що виховувати п'ятьох дітей, це означає, що дня сніданок, обід, вечеря, попрати, і все на ній. Крім того, вона ж і корівку тримає, щоб діти мали свіже молочко. А ви знаєте, що корова не живе без нічого, повітрям нашим цілющим, верховинським. Їй потрібна сіно, для того, щоб вона прозимувала зиму. Ніхто із нас не зомневається, що на плечах у Наташі слишком багато забот і хлопот. Но ви упомянули о школі. Чому Марійка так довго не ходила в школу? У розумінні. Марійка пішла в школу, кажу вам, коли її, скільки в її поруло? Сім років. А чому відтермінували, мабуть, рок трошечки її навчання, лікарі не радили займатися, в зв'язку з тим, що в неї був ослаблений організм. Скажіть, а Марійка ходить в обычну школу? Марійка учениця загальноосвітньої школи, але навчається за індивідуальним планом, тобто індивідуально, на думу. Чому ніхто, в тому числі і школа, і, наскільки я розумію, лично, а ви не заставили Наташу обслідувати ребінка і поїхати в больницю на операцію? Олексій, ну як можна заставити когось обсліжити дитину чи щось інше? Ну, як? У мене питання, Магда, ви за п'ять років спілкуєшись з Марійкою, ви цього людину бачили? Я навіть отцом не хочу його назвати. Скільки разів ви бачили? Ні, батька ні разу. Я не бачила, щоб він приходив до них додому ніколи, до того всього. Не бачила. Ну що я буду говорити те, чого не було. З Наташою ми часто спілкуємося і вдома, і на вулиці. І вона приходить, вона цікавиться своїми дітками, вона їх любить. Хтось може казати, що для чого їй четверо дітей? Раз вона не справляється з тим і так далі. Ну, діти є діти. Вона їх народила, вона їх виховує, вона їм передає свою любовь і так далі. Вона нікому їх не спихує, а їй дуже важко. Вона вышла к нам женщина, единственная в селе женщина, человек, которому не безразлична судьба Марийки. Но даже Магдалена, учительница девчонки, не може объяснить, почему ребёнок настолько всем безразличен. Нам здесь, в Києві, за несколько дней удалось сделать то, чего не сделали за 11 лет там. Родные, близкі односельчане і ответственні работники. Але що ж покажуть результаты цього медицинського обслідовання, першого серьёзного медицинського обслідовання в жизни Марийки? Нет. А чо на вас бодить? Пятер абсурда какой-то вообще. За вами столько грехов. Это грех. Ну, послушайте, но ведь у нас была надежда. Мы обещали, что дадим ответ на вопрос, почему врачи так упорно не замечали горб у ребёнка. И писали в карточке «здорова». На этот вопрос нам ответила социальная служба. Давайте-ка послушаем этот фрагмент. Фрагментарий. Из батьков. И только батьков. И больше никого. Обязательно ясна справа лікарей. Потому что мамка до лікарей зверталася. Может, десь не сильно на ней натиснули лікарей. Можливо, треба было натиснуть и сказать, ты понимаешь, ты должна понимать, что ситуация сложная, что она может погрешиваться. Может, они на ней належным ценом не натиснули, а не натиснули, потому что знали, что она мает коштев. Нет денег. Значит, нет лечения. Значит, пишет в медицинской карте, что «здорова» и «з глаз вон». А можно спросить, вот инвалидность же оформлена у них? Да. Оформлена. Каждый ребенок-инвалид имеет индивидуальную программу развития. В этой индивидуальной программе развития указывается, в каких услугах, в том числе социальных, она нуждается. В том числе в вспомогательных средствах реабилитации. Там есть целый раздел, где должны быть указаны кровать специальная, где должны быть указаны специальный стул и так далее. Ну, поймите, мама сама это не может знать. Ей об этом должна рассказать. Социальная служба в том числе. И, конечно... Вам вот это вот работники социальной службы говорили об этом? Нет. А к вам они приходили? И все от себя приходили. Сколько раз? Один раз. Один раз. За 11 лет один раз? А социальный не. Но они знали об этом? Ну, социальная служба, да. А социальная служба, кроме Магдалины Васильевны, я никого там не знала. А вы получаете материальную помощь от государства на ребенка, инвалидность? Получаете, да? То есть, получается, смотрите-ка, значит, социальные службы тоже знали об этой ситуации, об этой беде с ребенком, но за 11 лет они были всего один раз. Алексей, это называется просто ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей социальными работниками. Ну, потому что на этом экономят всегда. Но какая экономия? Вот Магдалена, она ведь тоже, извините меня, в золоте не купается, но она же ходит, она отдает свою душу ребенку, при этом не получает больших денег. Это вопрос не экономии. Ну, еще и ментальность, конечно, потому что, например, попросить, например, о помощи маме, она тоже не может попросить, кого нужно. То есть, по помощи тоже нужно и просить. Сельская местность, она другая по ментальности. Большое количество обращений в наш центр, именно с запущенными сколиозами, в основном из сел. А Закарпатье, оно просто лидирует. Привозят таких покореженных детей в таком состоянии, что у меня такое впечатление, что действительно их не замечают. Куда смотрят люди, куда смотрят родители, куда смотрят врачи. Марийка с ужасным горбом спит на продавленной кровати. В каком состоянии вы оставили детям жилье? Ее надо мыть, за ней надо ухаживать. А как гигиена у нее проходит? В ее доме течет крыша, там нет воды, нет газа. Что трудно было эту крышу сделать или эти дыры заделать? Для этого нужны деньги. Я уже 5 лет ко мне живу. Врачи в течение 11 лет упрямо не замечали ничего страшного в том, что происходило с ребенком. Потому что, как выяснилось, у мамы нет денег. Может, вы на ней належным ценом не натиснули, а не натиснули, потому что знали, что не имеет денег. Нет денег. Значит, нет лечения. Но кто виновен в том, что эта девочка с лицом ангела стала заложником этой безсердечности, безответственности и своего ужасного тела, своей болезни. Как вы считаете? Оставьте, пожалуйста, свой комментарий на нашем сайте в интернете. Его адрес сейчас на вашем экране. Спасибо. Я хочу обратить сейчас внимание вот на эту фотографию. Значит, на этой фотографии Марийка держит листок бумаги, на котором написано «Хочу жить». Наташ, это она сама написала? Да. Или вы ей подсказали? Сама. То есть это было ее решение? Так. Какая мысль? Что она вам говорит о своей болезни, о том, что она чувствует? Ну, кажется, что ей постоянно болит спина. Ей тяжело? Да. Дышает. И тяжело, она дыхает. Она жалуется на боль постоянно? Да. Что вы ей говорите? Как вы ее успокаиваете? Ну, ну, все будет вот так. Вы верите в то, что вы сами говорите? Верите. Михаил, вы знаете, что ваша дочь пишет такое? Она сама не написала. Не написала? Она сама-то не написала. А кто это? Она написала сама. Я не могу понять, просто это какую-то человеческую жестокость или какое-то такое, ну, безразличие. Глядя на ребенка, который болен, такой страшной болезнью, и видите эту табличку, вы думаете о том, написала ли это она или не она. Ну, это какой-то такой, ну, театр абсурда какой-то вообще. Так дело в том, что посторонние люди больше заботятся о вашем ребенке, чем вы сам отец. Это непонятно вообще абсолютно. Магдалина, как вы думаете, кто это? Могла написать, Марийка. Могла написать. У нее есть очень большая дожитие. Она видит, знаете, что другие дети играются, рухаются. Она себя поревняет с ровесниками. Она видит, что дети другие и по росту ее выпередживают. Она видит, что они, понимаете, больше активные и так далее. Я ей всегда знаю, говорю, часто знаю, разговариваю. О чем она вам говорит? Какая брия, Мариечко, жить и быть здоровой. Совсем скоро Марийка появится здесь, в этой студии. Вы не поверите, о каком подарке мечтает 11-летняя девчонка. Но прежде мы должны узнать об ее состоянии, всю правду. И до выхода нашей главной героини принять какое-то решение. Что же делать? В нашей студии Анна Горбань, врач, зав. отделением детской педиатрии, известной клиники. Именно под руководством Панианы проводилось первое за всю жизнь Марийки комплексное медицинское обследование. Каковы результаты? Давайте-ка вот выходите сюда, чтобы мы уже... У ребенка тяжелой деформации. Его смотрел наш ортопед-травматолог, его смотрел кардиолог, его смотрел эндокринолог, невролог. Но у нас есть видео, как проходило обследование. Давайте сейчас обратим внимание на экран. Это ее левая межа сердца, должно быть где-то здесь. То есть сердце смещено в ней до середины. Ну, оно занимает положение, на которое ему лучше. Вот тут вот все. А деформация с четырех рук, да, у вас началась? Ну, так писали врачи. Можешь на гору руки? Молодець. Молодець. Так, ліва душа, права коротша. И деформация лівой кинцівки. Так, ну и дуже жахливый сколиоз. Крайний уступник. Ребенок сейчас вступает в фазу полового созревания. То есть мы будем иметь сейчас толчок роста, и деформация еще может усугубиться. Все не так хорошо? Совсем нехорошо. Совсем нехорошо, потому что упущено время. И стоит вопрос о том, что... Ну, вот он глобальный вопрос, возможность глобально ее оперировать. Я знаю, что были проведены консультации с ведущими специалистами, которые проводят в Украине эти операции. В операции было отказано. Ну, послушайте, но ведь у нас была надежда. Ну, вот такой вариант мы нашли. По крайней мере, не выезжать с ней за границу. У нас работает центр... Мы работаем в сотрудничестве с Miami Children's Hospital. И у нас консультируют по скайпу, собирая полностью все медицинские данные, ведущие специалисты Соединенных Штатов Америки, в том числе и по ортопедии. И у нас есть очень хороший опыт сотрудничества. Мы хотим ее проконсультировать с ведущими мировыми ортопедами, чтобы определиться, что на данном этапе мы можем делать для этого ребенка. Послушайте, но мы тоже нашли врача, который делает самые сложные операции на позвоночнике. Вот что сказал нам профессор Анатолий Левицкий. Внимание на экран. Ребенку отказали в выполнении операции ввиду высокой степени риска. Ввиду того, что данная операция, она представляет угрозу и как для жизни, так и для нарушения функции спинного мозга. При попытке исправления деформации с применением современных методик костоэтомии позвоночника возникают нарушения кровообращения спинного мозга и, как следствие, нарушения функции конечностей, функции тазовых органов. И так в Украине сделать такую операцию невозможно. Наташа, вы ехали в Киев с надеждой. Да. Что вы сказали Марийке, когда ехали сюда? Чтобы вернуться здорово. Но эту операцию можно сделать только за границей. Так вы сказали, что все-таки возможно провести консультацию у американских специалистов. Но ведь это тоже стоит денег. К сожалению, да. Да, к сожалению, да. Ну, знаете, да, это стоит денег. Но у нас есть хорошие новости. Но прежде чем рассказать об этих хороших новостях, давайте-ка пригласим в эту студию Марийку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Садитесь, пожалуйста. Привет. Привет. С вам чему? Нет. Нет? Нет. Нет. Добрый. Пайду знаешь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. А чего она вас боится? Ты с кем вышла? С дураком. Кто это? Брат. Брат твой? Как его зовут? Коля. Коля. Скажи, пожалуйста, ты ведь в курсе, зачем мы здесь собрались сегодня? Да. Зачем? Чтобы он мне помогли. Чтобы мы тебе помогли, это точно. Мы здесь уже довольно долго в студии. Мы очень многое о тебе уже узнали. Ты потрясающая. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? Статься здоровым. Быть здоровой? Да. Мы же подключили очень важных людей в стране, которые с тобой уже позанимались. И кое-что даже придумали. Вполне возможно, что ты полетишь в США. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь, вам слово. Да, ну вот я представляю здесь фонд Древа Надии. И когда мы увидели такую проблему, мы первый раз с этой проблемой сталкиваемся именно с такой болезнью, мы решили, что мы начнем собирать сначала на обследование деньги через свой фонд. И мы приготовили первую сумму, как сертификат, который мы передадим, наверное, я не знаю, кто... Прямо сейчас давайте, что откладывать-то. Кто должен его получить? Врачи, которые должны потом... Я думаю, что будет приятно даже Марийке это все. Это начало нашего вклада будет. А это тебе. Да. А это тебе, знаешь что? Это такой скворечник, и в нем, знаешь, что вот эти вот все растения потом будут расти. И ты за ними будешь ухаживать, и эта птичка будет там жить вместе с этими растениями. И растения будут расти и расцветать. Обязательно за ней ухаживай. И я бы хотел такой вопрос задать, да, вот вам, да, как родителям. Но я хотел бы спросить прежде всего, ну, с отцом все понятно, но хотел бы у вашей жены спросить новой, да, которая вот смотрит на это и знает, что у вас столько детей, и она создала с вами семью. Как она думает, что ваши дети, если появятся, не могут попасть в такую же беду? И что ваш муж и ваш муж будет точно так же относиться к вашим детям? И будет ли она, будете ли вы вообще счастливы в такой семье, когда за вами столько грехов? Это грех. Спасибо, Игорь. Лин, я ведь знаю, что вы тоже подключились. Да. Дело в том, что мы о проблеме Машеньки узнали, в частности, от Василия, вот. И мы начали обращаться в клинику в Израиле, в Ихилов, с турецкими врачами. И вот буквально вчера мы получили ответ с турецкой клиники. Они сказали, сообщили нам, что они готовы Машеньку взять на лечение. Тоже нам порадовали и израильские врачи. И они сообщили, что также готовы Машеньку взять на лечение. Но сказали, что предварительно нужно однозначно, чтобы их врачи провели также их обследование. Но давали очень большой шанс, что они... Так получается, что на самом деле сейчас консультации ведутся с несколькими мировыми клиниками. В Турции, Израиле и Соединенных Штатах Америки. Значит, деньги на, собственно, на обследование, на первую консультацию уже даже есть. Но сейчас возникает вопрос о том, о деньгах на саму операцию. Да, я в том, что суммы абсолютно разные, и они, естественно, большие. Обратите внимание на экран, уважаемые наши телезрители. Там расчетный счет. И каждая гривна, конечно, это первый шажок, маленький шажок к тому, чтобы эта потрясающая девчонка жила. Просто жила. Мне кажется, она достойна этого. Слушай-ка, как все хорошо складывается. Тебе только, очевидно, и взрослым врачам нужно выбрать, куда лететь. В Турцию, Израиль или в Америку? Ты куда хочешь сама? Я бы вот тоже пожимал плечами. Такой выбор. Но это еще не все. В Украине провести такую операцию, к сожалению, невозможно. Это понятно. А вот реабилитация возможна. И реабилитация это очень и очень важно. Мы связались с уникальным реабилитационным центром в Харькове. Его руководитель Рабан Амрабян, он не смог сегодня сюда приехать. Но, Марийка, он оставил, этот уважаемый доктор, оставил видеопоследие для тебя. Давай сейчас посмотрим. Внимание на экран. На территории Харьковской области находятся несколько клиник и других лечебных учреждений, где оказывается высокоспециализированная реабилитационная ортопедическая помощь детям. Если понадобится финансовая поддержка, то и благотворительный фонд тоже выделит необходимую сумму для реабилитации. То есть мы возьмем ребенка и под полную, как бы, свой патронат. А сейчас я обращаюсь к местным властям Воловца, где живет Марийка. От сельского главы до главы райцентра. Знаете, мы вот тут вместе сообща сделали то, что вы не смогли сделать за 11 лет. Очень хочется вас попросить об одном. Девочка с такой спиной, с такой болезнью должна спать на отдельной кроватке с ортопедическим хорошим матрасом. Это самое меньшее, что можете сделать вы сейчас. Может быть, постараетесь? Марийка будет очень счастлива. Марийка, скажи, сейчас у меня подарок еще от меня лично. АПЛОДИСМЕНТЫ Держи. И от программы говорит Украина. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот вся наша команда дарит тебе еще и вот такой планшет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты умеешь обращаться с ним? Нарчейся, нарчейся. Или брат научит тебя, или твоя замечательная учительница. АПЛОДИСМЕНТЫ Все будет хорошо. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Об этом говорит Украина, об этом сегодня не могли молчать и мы. Спасибо, что вы с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ